Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня тема нашей программы достаточно острая, достаточно значимая для всех народов, проживающих на территории Республики Крым. И на ней нужно остановиться, потому что эта тема, безусловно, будет использоваться экстремистами всех мастей, за границей, за пределами Республики и внутри Республики. И поэтому давайте сегодня обсудим тот факт, что 15 февраля прокурор Республики Крым Наталья Поклонская подала заявление в Верховный суд Республики Крым о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа по фактам экстремизма, нарушающими отдельное положение законодательства Российской Федерации. И копию этого заявления Наталья Поклонская вручила заместителю председателя этой организации. Тема эта достаточно острая. Она, безусловно, будет использоваться для разжигания розни, для стравливания многонационального крымского народа. И прежде чем коснемся всех пунктов этого заявления, давайте посмотрим небольшой видеорепортаж, который, собственно говоря, показывает предмет обсуждения. Крым Наталья Поклонская 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 пересекли границу Российской Федерации и нанесли при этом телесные повреждения правоохранителя. Публичные призывы Чубарова и прибывших с ним граждан к протестным акциям в поддержку Джамилева привели к массовым беспорядкам на территории Армянска, а также к перекрытию дорог в Белогорском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Ленинском, Советском районах, городах Судак и других населенных пунктах республики. Помимо этого, в 2015 году на пресс-конференции в Киеве лидеры Меджлиса публично призывали граждан участвовать в так называемой гражданской блокаде Крыма, в частности, перекрывать дороги для грузоперевозок. Об этих блокадах крымчане знают не понаслышке и о продовольственной, энергетической, водной и так далее. Руководители призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В исковом заявлении прокурора подчеркивается, что предводители Меджлиса неоднократно высказывались за возврат Крыма в состав Украины, называли референдум незаконным, а вхождение полуострова в состав России, так называемой оккупацией. Уважаемые телезрители, я эту тему поднял сегодня для того, что прежде всего, как я сказал в самом начале, она, безусловно, будет использоваться для стравливания. Она будет служить поводом для того, чтобы нарушить по периметру нашей республики мир, межнациональный мир, который на самом деле республика Крым демонстрирует всему миру. Судьба крымско-татарского народа, и это все знают, и это все понимают, она на самом деле чрезвычайно драматическая. Депортированных народов было несколько, но именно крымско-татарский народ выдерживали максимальное время. Такое чувство, что надстрановые элиты готовили из крымско-татарского народа некий ударный инструмент для того, чтобы осуществить определенные действия в Крыму. Но поскольку мы вернулись в состав Российской Федерации, Меджлиз, безусловно, как имеет в своем названии, название самого народа, но точно так же, как экстремистская организация УНА-УНСО, которая в названии тоже имеет имя украинского народа, не является синонимом украинского народа, это просто террористическая организация, которая на самом деле имеет финансирование из-за рубежа и тоже используется как ударный инструмент для разрушения государства в той или иной степени. Точно так же в данном случае мы с вами имеем все признаки того, что речь идет об организации, которая, знаете, в спецслужбах это называется операция под чужим флагом. Прикрываясь именем крымско-татарского народа, создается условие, создается кадровая база, создается замешательство в УМАК для того, чтобы нарушить мир прежде всего. А нужно сказать, что наш референдум 2014 года, он прежде всего проходил для того и потому, чтобы избежать той судьбы, которую не избежали регионы Донбасса. А мы с вами помним все, что было в феврале и в марте 2014 года. И поезда дружбы, и расстрел наших автобусов под Корсунем, и другие акты, от которых мы ушли во многом благодаря России. Я хочу обратиться к представителям крымско-татарского народа с таким обращением, связанным с тем, что на самом деле речь идет о вопросах государственной безопасности. Мы все являемся гражданами Российской Федерации. И интересы всех народов, без исключения, и прежде всего крымско-татарского, заключаются в том, чтобы здесь, в Республике Крым, создавались условия для рождаемости, для воспроизводства населения, для обучения молодых поколений, для того, чтобы безопасность была по периметру. И поэтому эти вопросы, которые выносятся на обсуждение Верховного Суда Республики Крым, они, безусловно, с точки зрения государственной безопасности актуальны. Поэтому я призываю всех трезво, спокойно отнестись к тому, что этот вопрос поднят. И мне кажется, этот вопрос поднят прежде всего в интересах крымско-татарского народа. Потому что ни один межлиз является организацией, общественной организацией, представляющей интересы крымско-татарского народа. Есть более миролюбивые организации. И на самом деле, если мы сформулируем с вами общие цели, то этот вопрос вообще может не вызвать никакого стравливания, никакого возмущения общественного мнения и не создаст поводов для того, чтобы нас с вами поссорить. Речь-то идет, на самом деле, прежде всего о том, что Запад, который во многом финансирует националистические, экстремистские вооруженные отряды, он на самом деле заинтересован разрушить Россию по любому поводу. По поводу межнациональной розни, по поводу межконфессиональной розни, по поводу старых обид, которые, безусловно, на протяжении XX века были созданы несколькими поколениями. И специально, все признаки есть того, что специально из крымско-татарского народа выковывали вот этот ударный механизм. И мы с вами на этих видеоматериалах видим, что, в общем-то, этот механизм отрабатывался. Поэтому с точки зрения осуществления действий в интересах государственной безопасности такой иск, такое заявление подано. И предлагаю к этому относиться с пониманием и с, в общем-то, с разумением в длинную. Безусловно, там может отдельным людям показаться, что это нарушает, оскорбляет или дискриминирует. Но это на самом деле не так. Все народы Крымской республики, Республики Крым являются братьями в одной семье. И на самом деле, если такие действия производятся, то для этого, безусловно, есть веские основания. Второй темой, острой, а сегодня такая программа, которая, в общем-то, острая тема, она связана с возвращением патриарха Русской Православной Церкви Кирилла из его почти двухнедельной поездки в страны Латинской Америки и на Антарктиду. И, в общем-то, многие граждане, безусловно, они задают эти вопросы, христиане, я имею в виду, задают вопросы своим пастырям в церквах во время службы, но, тем не менее, задают вопросы и нам, чтобы с точки зрения, знаете, глобального управления, с точки зрения расстановки акцентов, прокомментировать вот эту встречу между патриархом Кириллом и Папой Римским, которая произошла в аэропорту города Гаваны. А с точки зрения того, не есть ли это, ну, как бы, сдача позиций Русской Православной Церкви, а нужно напомнить, что тысячу лет общения такое не происходило. И нет ли вот этот экуменизм, экуменизм, это означает слияние церквей, ну, признаком того, что наступили там последние времена и так далее, и так далее, ну, в общем-то, люди понимают, о чем идет речь. Патриарх дал большую пресс-конференцию после возвращения, и он там расставил достаточно важные акценты, которые я хочу не как религиозный человек, не как проповедник, а как, ну, в общем-то, аналитик, который анализирует управленческие действия, прокомментировать со своей точки зрения. Я в одной из предыдущих программ уже называл одну из главных причин такой встречи. Она заключается в том, что все человечество, которое на январь и февраль 2016 года достигло определенных, ну, положений, связанных с тем, что нам всем угрожает глобальная катастрофа военного, экономического, климатического, межнационального, межэтнического, межконфессионального толка. И для того, чтобы не обрушить человечество в катастрофу, в любую катастрофу, система управления, которая представляет собой католическая церковь, а она окучивает паству примерно от миллиарда до полутора по всей территории планеты и русской православной церкви, которая немного меньше, но с точки зрения своей эффективности и даже с точки зрения количества прихожан церкви, она местами даже может быть и более эффективна с точки зрения управления, между этими церквами произошел не богослужебный диалог, не обсуждались вопросы веры, не обсуждался символ веры, не обсуждались основные принципы, связанные с верованиями или доктринами этих церквей, а произошел прежде всего дипломатический диалог. Причем во время этого диалога были достигнуты некоторые соглашения, которые зафиксированы в итоговом заявлении, которые на самом деле подводят итог тысячелетней истории двух христианских церквей. Там очень большое внимание уделено унии. Хочу напомнить, что уния — это такое образование, это такая церковь, которая была сформирована в XVI веке, и она была призвана замаскировать влияние Ватикана на украинские территории, вернее, на территории, тогда входившие в состав Речи Посполитой, потом Австро-Венгрии, и для того, чтобы людей, которые осуществляют требы в церквах по греческому обряду, в общем-то, переподчинить Ватикану. Такая была, в общем-то, конструкция. Кстати, заявление совместной папы и патриарха Кирилла относительно ошибок, связанных с созданием унии, уже вызвали реакцию в украинском обществе, ну, в частности, непосредственно в униатской церкви, и пошли комментарии достаточно агрессивные. Это лишний раз показывает то, что во время Майдана в Михайловском соборе в Киеве и службы, которые проходили на Майдане, и в основном это были униатские священники, действительно имели своей целью экстремистские, экспансионистские действия, связанные с частью украинского народа, которые хотели распространить свое влияние на всю Украину. И вот эти заявления были сделаны. То есть я хочу сказать, что эта встреча, прежде всего, имеет дипломатический характер, поскольку Ватикан имеет все признаки — это государство. Это государство со своей структурой управления, со своими финансами, со своим влиянием на другие государства. Причем это государство со всеми признаками надгосударственного управления, поскольку Папа имеет влияние на паство. он имеет влияние на польский народ, он имеет влияние на Германию, на Бразилию, крупную католическую страну Южной Америки и так далее, и так далее, то, с одной стороны, русская православная церковь признаков государства вроде бы не имеет по факту, но по умолчанию на самом деле тоже есть признаки определенного влияния над государственным уровнем. В частности, Папа окормляет паству не только на территории Российской Федерации. И, соответственно, вот эти центры концентрации и управления между собой договорились о том, как они видят картинку будущего, что они видят впереди для того, чтобы сохранить человечество от скатывания во всевозможные катастрофы. Они высказали свое мнение согласованное, связанное с отношением к семье, к браку, к традиционным ценностям, ко всем тем вещам, которые сейчас на Западе находятся в поражении прав. Я бы так сказал. То есть, на самом деле, вот эта ситуация, когда традиционные семьи дискриминируются по факту того, что они якобы нарушают там этические нормы в отношении однополых браков, это неприемлемо. И это на самом деле, я не буду описывать уж подробно все последствия такого отношения, но на самом деле это ведет к вырождению, это ведет к сокращению рождаемости и к прекращению, ну прежде всего, европейских народов, народов европейских. То есть, страны, в которых есть более традиционные религии, которые более жестко стоят на страже традиционных ценностей, это угроза меньше, но она тоже присутствует. И поэтому для того, чтобы сохранить человечество, воспроизводство населения, для того, чтобы сохранить традиционные ценности, как, собственно говоря, и заповедовано во всех религиях, вот такое соглашение, вот такую декларацию Папа Римский и Патриарх Кирилл и произвели на своей встрече в Гаване. Огромное количество появилось сообщений о том, что это неминуемо вызовет раскол в церкви, это неминуемо вызовет, ну, как бы, вот этот вот конфликт между различными православными людьми или христианами, которые видят это по-другому. Но в качестве аргумента хочу привести тот факт, что Патриарх Русской Православной Церкви в своем общении общается с главами и других церквей и конфессий. Он общается с главами мусульман, он общается с главами иудеев, и эти встречи, например, не вызывают такого отторжения. Понятное дело, что с этими главами церквей не было такой тысячелетней, в общем-то, конфронтации. Но, с другой стороны, именно вот в контексте аналогии, вот такая дипломатическая, ни в коем случае не богослужебная, не богословская встреча, там не обсуждалось ни одного богословского вопроса. Там обсуждались исключительно дипломатические и политические вопросы, связанные с позициями двух церквей относительно будущего человечества. И мне кажется, что с этой точки зрения это главный тезис для того, чтобы расставить акцент и навести порядок в отношении к этому вопросу. Потому что на самом деле, повторю, стравливать, разрушать единство, разрушать общественный порядок внутри нашего государства, да и внутри других государств, запад коллективный, который находится сейчас фактически и в конфронтации с римской церковью, по этим вопросам, он будет по любым вопросам. По вопросам православия, а правильное православие, либо неправильное. По вопросам национальной розни, а ущемляются ли права тех народов, либо нет. А если даже и не ущемляются, то создать образ того, что как будто бы ущемляются. А дальнобойщики, любые вопросы, которые на самом деле иногда политическими назвать достаточно трудно, тем не менее, с точки зрения пропагандистской машины Запада, которая очень интересно устроена, все равно эти вопросы будут использоваться для нарушения гражданского мира, для создания ситуации, при которой возможно стравливание народов, людей разных конфессий, людей разного цвета глаз, разного цвета волос. И это на самом деле тоже является вопросами и государственной безопасности в том числе. Сегодняшний выпуск я, получается, посвящаю всем вопросам розни, которые у нас на сегодняшний день обсуждаются. И хочу обратить внимание, что основная машина пропагандистская Запада, которая включается во многом по этим вопросам, она на самом деле использует не только маскирующихся блогеров из-за рубежа. Дело в том, что многие наши патриотические спикеры, традиционные, которые воспринимаются как таковые, они на самом деле в своих блогах, в своих видеороликах, в своих выступлениях, давая оценку, которая косвенно, сразу и не сказать, действительно патриот, действительно человек, радеющий за Россию, особенно Россия для русских или еще какие-то такие извращения, эти люди косвенно, маскируя себя под чужим флагом, они на самом деле действуют, работают в интересах коллективного Запада, которому все равно по какому вопросу разрушать общественный порядок и общественный лад. Лад это такое состояние, когда люди разных национальностей, разных народов живут на одной территории и при этом способны, могут и настроены на то, чтобы обсуждать все острые вопросы, чтобы находить какой-то консенсус, чтобы находить договоренности, ладные такие компромиссные позиции, при которых сохраняется мир, сохраняется воспроизводство населения, не стоят блокпосты с автоматчиками, которые не могут ничем заработать себе на жизнь, кроме того, чтобы грабить проезжающие машины, как это сейчас происходит на Украине, не взрывают ЛЭП по заказу иностранных спецслужб, которые денег в зубах им приносят, только чтобы было взорвано ЛЭП, не играют в интересах западных спецслужб, которые имеют специальные отделы по национальным признакам, то есть националистов всех мастей используют для того, чтобы решать свои государственные задачи при помощи своей агентуры на территории других государств. Вот этот вопрос сегодня с точки зрения государственной безопасности является ключевым, и сегодня я, в общем-то, хотел посвятить программу прежде всего этим вопросам. Что касается развития этой темы, что касается того, к чему, собственно говоря, нужно прийти, мне кажется, что представители разных народов, особенно учителя, особенно родители, должны уделить внимание своим детям. То, что у взрослого поколения, тем, кому за 40, кому за 35, которые жили еще во времена Советского Союза, которые на своей судьбе перенесли обиды прошлых лет, мы-то уже умнеем. Мы как бы по факту событий, есть логика намерения, а есть логика обстоятельств. Намерения могли быть разные в предыдущие годы у людей, но логика обстоятельств такова, что многонациональная семья народов на территории всей Российской Федерации, а особенно на территории Республики Крым, умеет договариваться, умеет жить, ладно, но наша задача не допустить того, что происходит сейчас в школах и детских садах Украины, когда там на самом деле разучивают речевки ненавистнические, фактически в открытую заставляют людей призывать к убийству инокомыслящих. Вот это на самом деле является основной угрозой стратегической, и наша задача не только осознать самим, как нам жить на белом свете и как нам сделать это мирно и красиво, но наша задача еще и рассказать и объяснить это детям. Это очень важная задача. От того, как дети будут относиться к этим вопросам, от того, кто у них будут персоны влияния, от того, как ладно смогут они договариваться в детских садах, в классах, в школах, собственно говоря, и будет зависеть мир не только сегодня, в 2016 году, это будет зависеть и то, как будет развиваться наша судьба в логике обстоятельств и через 5, и через 10, и через 15 лет. Вот такой вот сегодня выпуск информационной войны. Наша программа прежде всего миролюбивая, хотя у нас в названии есть слово «война», но это война, скорее даже борьба информационная, поскольку война не за тела, не за то, чтобы кого-то убить, а война за то, чтобы люди осознали, и за то, чтобы у них в голове уложились, ну, хотя бы акценты, как на свете картина мира, чтобы была, в общем-то, более-менее, ну, понимаемая с другой стороны. И вот эту часть работы мы с вами осуществляем вместе. Я не хочу сказать, что я тут один вещаю. На самом деле, большое участие телезрителей, радиослушателей, которые задают вопросы, которыми мы общаемся на улицах города Симферополя, и вот этот вот тандем, связанный с тем, что задаются вопросы по острым проблемам, по острым аспектам жизни, мы с вами вместе вырабатываем общую политику нашего с вами мира. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова